Что делать, если звонят мошенники и представляются банком? В последнее время участились звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками банка и пытаются под различными предлогами выудить у вас ценную информацию, а именно номер договора, номер карты, срок действия и трехзначный код с обратной стороны. Единственной целью этих прохиндеев является оставить вас без средств к существованию и списать всю вашу электронную безналичность подчистую. У них нет ни совести, ни морали, ни принципов. Они тупо берут и списывают все деньги с вашего счета. Неважно, копите ли вы на квартиру, на машину, возможно, вам нужно срочно сделать операцию. Они берут и списывают все, им плевать на все, что может произойти с человеком. Например, мне, сотрудникам, с которыми я работаю, друзьям, родственникам, знакомым, хотя бы раз в неделю, но звонят мошенники. Это прям стопроцентное мероприятие. И у них предлоги такие. С вас списали деньги незаконно, но мы заблокировали операцию. Кто-то пытается перевести деньги с вашего счета, либо кто-то меняет ваш финансовый номер. Хотя такое понятие, как финансовый номер, есть на Украине. В Российской Федерации, в банковской сфере, такое понятие, в принципе, не используется. Поэтому это уже звоночек. Вам звонит лицо, которое никакого отношения к банку не имеет. Ну и самое странное, что у этих подлецов и проходимцев есть подробная информация о нас, которую можно получить только в определенных местах. Например, мы оставляем свои данные у работодателя, в банке, при регистрации. И, видимо, кто-то сливает наши данные. Мошенники могут назвать правильную прописку, адрес фактического проживания, номер автомобиля, актуальные мобильные номера и прочие моменты. Это действительно поражает. Если же повестись на уговоры мошенников, то все закончится тем, что они попросят номер карты, срок ее действия, код с обратной стороны, как правило, это три цифры, спросят сумму, которая есть на карте, вы ее назовете. И они спишут все денежные средства, которые у вас на текущий момент есть. Все эти схемы надо прекрасно понимать и изучить, чтобы не вестись. И рассказать об этом не только своим близким, но друзьям, дальним родственникам. Не важно кому. Чем больше людей знают, тем меньше они попадутся на уловки мошенников. Так как бороться с мошенниками? Ну, для начала нужно использовать всякие приколы и тянуть резину, дабы оттянуть на себя время, которое они могут использовать, чтобы кинуть несколько людей. То есть вы троллите, издеваетесь над ними, тянете резину, тем самым тратите их нервы и время, и ресурсы. И получается, что они никого не кинули, и при этом потеряли время. От этого они очень злятся, переходят на мат, что уже явно не делают обычные рядовые сотрудники банка. Да и стоит напомнить, что ни один из сотрудников банка ни разу никому не звонит. Возможно, есть какие-то исключения, но даже официальный сайт и официальная информация от банков говорит о том, что никакая служба безопасности и никакой сотрудник вам ни при каких условиях не позвонит, и тем более не будет спрашивать какие-либо ваши реквизиты, данные, либо данные вашей банковской карты. Второй способ тоже очень простой. Вы можете просто послать этого человека на три буквы, и посередине есть буква У, при этом на всякий случай позвоните в техподдержку банка, в реальную, не перезванивайте на тот номер, с которого позвонили, даже если он на вид такой же, либо похож на номер горячей линии вашего банка. Просто заходите на официальный сайт банка, именно на официальный, либо в официальное приложение, перезванивайте сотрудникам, заявляйте, что случилась такая-то, такая-то ситуация, и после этого, если потребуется, блокируете карту. Ну и пусть они заблокируют номер мошенников в своей системе, или же попросите сделать их какую-то рассылку, если у них есть такая возможность о том, что с этого номера звонят, и пытаются мошенническим путем выудить средства со счета доверчивых граждан. Также я в любом случае рекомендую обращаться в полицию. Нужно как можно больше собирать заявлений, фиксировать все факты, настаивать на своем. Возможно, этих прохиндеев поймают и отобьют все желание обманывать людей. Да и любой порядочный человек, вне зависимости от того, мошенник или не мошенник, не будет отбирать последние средства у граждан. Все-таки есть какая-то честь и есть совесть даже у таких людей, как мошенники. К сожалению, люди очень редко обращаются в полицию по этому поводу, потому что они либо не доверяют, либо не верят, что их будет кто-то искать, а напрасно их искать будут. Заявление писать надо. Об этом даже заявляет полиция. Даже на дверях некоторых домов есть инструкция о том, как не попасть на развод от мошенников, и о том, что обязательно нужно объяснить полиции, какая была ситуация, и написать заявление. Даже если у мошенника не получилось украсть деньги с вашей карты, его все равно можно привлечь. Есть такое понятие, как незаконченное преступление и покушение. Соответственно, у вас есть шанс, что этого мошенника не только найдут, но и закроют, так как там им и место. Если же вы не проявите сознательность и не заявите на мошенника, то он и дальше продолжит грабить людей. И это уже частично будет и на вашей совести. Потому что вы могли заявить о преступнике, но не сделали этого. А это неправильно. Нет, в данном случае это не стукачество. А вы оберегаете не только себя и своих близких, но и всех людей, которые могут быть рядом. А если это последние деньги у человека? А если это деньги на операцию? На первоначальный внос? А если семья, вот бедная, многодетная, копила деньги на отпуск? И все, отпуск накрылся. Вот так. Если вы не желаете общаться с мошенником, есть очень интересный способ, как это сделать. Этот способ использовал даже я. И он действительно работает. Представьте ситуацию, вам звонит мошенник, называет вашу фамилию, называет имя, называет отчество и говорит, что какая-то дичь произошла в банке. Что вы должны ответить? А вы отвечаете так. Алло, здравствуйте, это бюро находок. Этот телефон был найден. Вы знаете родственников этого человека? Либо можете передать, что мы нашли его телефон? И заявляет, что если в течение суток владелец не будет найден, либо с ним не будет связь, то вы этот телефон просто передаете в полицию. В таком случае мошенники не захотят с вами вести дальше беседу, они поймут, что это все бесполезно. Естественно, вы им не представитесь, вам тоже этот разговор не интересен, вы даже на милой ноте распрощаетесь, культурно и вежливо скажете друг другу до свидания. И, возможно, даже пожелаете чего-либо хорошего, как при обычной дружеской беседе. Хотя вам звонит ни капли, ни дружественное лицо. Это гнусный, вонючий и грязный мошенник, который должен сидеть в тюрьме. А вы сталкивались со звонками от мошенников? Вам вообще они звонят? Расскажите свои истории, расскажите истории, которые, возможно, случались с теми людьми, кого вы знаете, возможно, с вашими родственниками, близкими, либо другими людьми.